доброе утро у нас новый день жили в таком отеле называется grand цена конечно за него не такая дешевая 24 тысячи тенге отель приятные завтраки шведский стол небольшой но очень вкусный мы сейчас собираемся в сторону аральска через город байконур но заезжать не будем пропусков у нас нету но возле вывески байконур обязательно остановимся не переключайтесь отель grand сегодня что-то у нас ветрища просто колоссальный сносит только так еще и погода испортилась холодно стало так и нам 452 километра осталось до оральска так что мы выдвигаемся ветер вообще жесть приехали вот на такое круговое движение а тут дорога закрыта хоть бы знак был что кирпич какой-то стоит проезда нет с подъедем и покажу а съезды в никуда просто съезды просто в никуда а тут бетонные блоки стоят и главное впереди то машины вроде как ездят как сюда проехать непонятно вот так вот проехались истихонечко и тут закрыт уезд чем не проехать придется разворачиваться ладно хорошо и ехать через город через село жала наш вот друзья мы проезжали сейчас железнодорожные пути если увидели что стоит полицейская машина с камерой и везде мы на знака конечно соблюдаем остановились и я заметил что машин 5 проехала за нами и они выехали с мигалками на встречку выехал разворачивается ой ё-моё давай останавливай может сделай вы как будто не видели его мура не бойся прокурора мы с тобой оформили оформили за макима оформили оформили оставил в упор мы не видим тем более блатны на таких марсезах давно не ездят они в моде давай подъезжай давай давай я еще в шутку сказал что по-любому за нами и вот они нас догнали и остановили спросили все ли у нас хорошо спросили страховку страховку показали все показали все что можно поговорили я у нее там вопросы кое-какие задал и нас отпустили желали доброго пути сейчас посмотрели прогноз погоды и в казаларде сейчас 50 метров в секунду ветер конечно с трудом верится в это но вот таков прогноз погоды вот такая песчаная буря сейчас вылазили из машины ветрище просто сумасшедший это конечно сильнее намного чем был на Балхаше там правда был судя по МЧС 35 метров в секунду сейчас 53 и это ощущается сдувает только так посмотрите какой ветрище идет аж машину сдувает заезжаем в такой населенный пункт над названием Жаванаш это в объезд той дороги которую мы не могли проехать погода в зеркале ожидания а вот это серое такое небо это реальность друзья что вы представляете себе пред слове пустыня наверное песчаные дюны как в Аравийской или в пустыне Сахара хочу вам сказать что это перед нами тоже пустыня она называется Кызылку состоит из песков и камня и находится между речи Цырдырье и Амудырье а у нас продолжается в плане как он забывает 50 метров в секунду сносит просто абсолютно все что только может сносить ехали ехали мы у нас загорелась лампочка посмотрели через программу у нас с собой этот диагностический был разъем ошибка повышенный уровень масла вот связано это с потому что дизель он сажу сбрасывает в масло и вот из этого повышается уровень масла но это не точно вот и как раз у нас еще и регенерация очистка была сажевого фильтра в этот момент сажевый фильтр почистился но ошибка не ушла потому что уровень то остался прежний у нас есть с собой немножко масла там наверное стакан чистого я решил что сейчас заедем в аптеку ближайшую купим шприц купим капельницу и через щуп масляный откачаем вот этот стакан масла грязного посмотрим ошибка пропадет у нас или нет если пропадет то еще чуть-чуть откачаем и зальем чистого масла чтобы нам до дома доехать а так мы проехали порядка восьми тысяч двести километров вот у нас уровень повысился в прошлый раз по Абхазии ездили у нас уже где-то было такое расстояние но все нормально все-таки там российские заправки Роснефть были и мы на них заправлялись тут видимо качество соляры похоже несмотря на то что мы заправлялись вроде как на брендированных заправках Казакойл только на них и сажа видимо накапливается быстрее ну главное что лампочка не горит когда горит это хуже это забивка сажа фильтра идет полная и нужно делать принудительный прожиг там уже полностью замена масла после этого сейчас попробуем откачать масло с помощью капельницы изучаем машину едем показания на программе останавливались смотрели уровень масла уровень масла у нас не возрос такой же остался чуть выше отметки но еще далеко до отметки там где прям категорически уже нельзя все большое а впереди у нас уже виднеется Байконур вот там друзья у нас антенны спутниковые и песчаная буря сильный ветер продолжается и песчаная буря вместе с ним вчера там уже виднеется весь в пыли сейчас как раз заедем в аптеку купим капельницу со шприцом сфотографируемся сфотографируемся на на вывеске Байконур доедем до ракеты которая на КПП находится тоже там сфотографируемся и будем готовить себе обед как раз двигатель остынет у нас чтобы откачать излишки вот это масло и добавить нового заехали в поселок Тюратам сейчас тут покружим у нас регенерация сажевого фильтра началась и не хотелось бы ее глушить потому что как раз сажа набилась похоже это у нас последняя заправка которая была перед Козелордой наговняла нам такого Тюратама я еще не видел какие-то склады разрушенные здания снова у нас появились верблюды в такой песчаной буре отважный человек пошел знакомиться с верблюдами тем временем у нас тут песчаная буря еще усиливается невыносимо и привет привет расскажи что-нибудь расскажи что-нибудь так ну а мы сейчас сливаем с нашей машины старое масло с помощью вот такой вот системы шприц кусочки капельницы и будем заливать новое масло а зачем сливаем через щуп а сливаем через отверстие для щупа а зачем мы это делаем потому что у нас увеличилось масло из-за сажи в топливе и загорелось загорелся специальный датчик вот такое приспособление мы сделали масла у нас нету много целиком чтобы сменить но есть чуть-чуть долить ну а старое чуть-чуть отольем зальем новое ну и нормализуем уровень масла и посмотрим что из этого получится потому что ехать до дома нам еще около полутора тысяч километров и с горящим датчиком это делать не очень комфортно расход все время увеличивается и увеличивается расход чего увеличится объем масла объем масла за счет сажи видимо забравка последняя нам дала прикурить вот ну легендарное качество казахского дизеля качество конечно в кавычках в общем два стакана слили один залили не помогло но ехать надо все равно очередное утро у нас проснулись собрались сейчас позавтракам гостиница и двинем обратно это гостиница Нур в городе Арал Аральск стоимость 10 тысяч для ночевки нормально для более длительного конечно проживания скучноватый номер все мы завтракаем и стартуем сейчас позавтракали вот в этом антере гостиница Нур и что-то нас не вдохновила цена за которую мы покушали нам сказали 3500 тенге за одну порцию каши рисовой 2 яичницы чайник чая и за то что набрали в термос воды вот и мы давай пересчитывать спросили что же стоит и у нас сумма не сошлась на 100 тенге ладно как бы 100 тенге вопрос другого почему вода платная мы обратились к администратору он сказал что у нас вода бесплатная и чтобы урегулировать вопрос и был положительный отзыв об этом заведении а он в любом случае будет отрицательный он нам вернул 700 тенге и в общем кто здесь будет обязательно проверяйте правильность расчета стоимости и еда то что мы брали больше половины мы не съели каша была пересоленая яичница прям в масле вся в общем такие дела а вчера чай у нас вышел дешевле чем сегодня почему то говорят что в зависимости от чайника хотя у нас не спросили какой чайник мы будем заказывать вот единственное милое что здесь это только вот такие кошки доброе утро вот они корабли пустыни они подержала фотографировать блюдо боюсь постановились поближе уровень масла у нас не добавился сейчас проверяла вот на значок горит потому что мы не опустили нижней метки максимум так что едем в Челебинск либо в Екатеринбург масло менять останавливались сейчас на обед позвонили в одну контору которая маслом торгует и оказывается у них есть в Кастанай одна бутылочка литрового масла бронировать нам ее не стали сказали приезжайте покупайте ну будем надеяться что масло не такое популярное как раз DCL который мы заливаем вот приедем купим и забронировали сразу в себе квартирку на ночь чтобы завтра заменить ну сменить масло чуть-чуть литр хотя бы слить старого залить нового и поехать в Екатеринбург до Кастаная нам остается порядка пятьсот шестидесяти километров а Егор мешает мне записывать видео и то угукает как сова то сейчас свистит молодежь вот так вот он балуется у нас всю дорогу кстати погода напрочь испортилась очень холодно на улице ну и как видите идет дождь ехали никого не трогали и тут сидит голубь на противоположной стороне Решил взлететь прямо Когда мы ехали И все, и голубя не стало Залили последнюю канистру топлива нашего Купленного из Астаны Сегодня опять шикарный закат Нас провожает А мы все едем и едем 231 километр остался Так Астана А Егор по-прежнему Мешает мне снимать А у нас новый день Внезапно и нежданно Вчера очень поздно приехали Заселились, покушали Сейчас рванем За маслицем Астана есть И поедем В Челебенск А потом уже домой Вот такая квартира нам обошлась 12 тысяч тенге Ну что, по дому соскочились? Да А ты, Егор, по дому соскочился? Да Все домой хотят Устали путешествовать Сейчас заехали в магазин Сеть магазинов В котором якобы есть это масло Вот одном из них сказали Что такого масла Они вообще не знают Так что, возможно, едем напрасно В другой Может быть, меня не так поняли Хотя я конкретно модель говорил Масло Какое нам нужно Сейчас съездим Поглядим Ехать полтора километра еще Если нет, то поедем В Екатеринбург Так В щадящем режиме А масла, к сожалению, нету То ли не так поняли То ли что Но опять же сказали Что одна литрушка есть В этом магазине В общем, поедем мы на старом масле Домой тихонечко Что делать? Вариантов нету Ехали, ехали И вот смотрите, что мы увидели Какое зрелище Все, подъезжаем к КВП Проходить границу Столько фур, много стоит Надеемся, что пройдем быстро Стоим уже часа два В пограничной зоне Не можем доехать до российской границы Развлекаем себя как можем Шмотрим фильм про перевал Дятлова Ну все, друзья Мы в России пересекли наконец границу Досмотр как таковой не проводили Не пришлось вытаскивать кучу вещей Из нашего автомобиля Все, мы мчим сейчас в Челябинск И очень классное ощущение Что можно Есть лимит на превышение Не более 20 км в час Сейчас мы будем двигаться Чуточку быстрее Ну и напоследок В конце нашего путешествия Мы заехали в кафе Тетя Поли в Челябинске Вот такой заказали Салат со строчелой и кабачками Ну, Егор Традиционно У нас с пельмешками Теперь ждем Когда нам принесут Уже вот принесли Вот такой замечательный карбонар Ну что, друзья Пора подвести итоги Мы практически приехали домой Наше путешествие Примерно вышло 7600 км Мы проехали весь Казахстан Единственное то, что Были мало на Балхашии озере Но тому виной погода И хотели мы заехать на Аральское море И тоже у нас машина немножко подвела Из-за масла То, что масло попал дизель И свойства масла поменялись Ну, что поделать Результатом мы довольны За наше путешествие Нас останавливали Три раза гаишники Все обходилось И два раза просто спросили Как у нас дела Так что Месяц Прошел, я думаю, у нас не зря Мы многое повидали Со многими людьми Познакомились Пообщались Ну и сделали для себя выводы Что такое Настоящий Казахстан Буду с вами прощаться И до новых встреч Пока-пока Пока-пока